Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Всем привет, мои дорогие зрители и гости моего канала. Рады вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня, по традиции, вторник мы пройдемся по магазину Светофор. И не только пройдемся, обязательно протестируем некоторые товары. Я, конечно же, их попробую, расскажу, стоит ли это покупать или нет. Ну а вы подписывайтесь на мой канал и, конечно же, переходите и подписывайтесь в мой телеграм. Там тоже много интересного. Ну и давайте начнем. Бордюрная лента с 693 рубля стоит в интернете. Здесь, видите, цена просто отличная. Вот такой антистатик от Ланы, 89 рублей он стоит в интернете. Здесь всего 50 рублей, но отличная цена за 200 миллилитров. Снова привезли вот такие вот капсулы. Это сила блеска, 36 штук, 484 рубля на озоне, здесь 400 рублей. Ну вот, например, капсулы Биолан, Колор, здесь 35 штук, 297 рублей в Светофоре, 673 в интернете. О них отзывы гораздо лучше. Так что и цена выгоднее. Шампунь вот такой большой, прям мгновенное преображение. Тут целый литр, 170 рублей. Нашла на просторах интернета, 68 рублей всего лишь стоит здесь. Такой вот детский крем ухаживающий на основе оливкового масла. Состав показываю. 390 рублей стоит он в интернете. Всего 72 рубля стоит в Светофоре. Привезли новые вот такие табуретки. Кстати, очень хорошие, качественные. Такой пластик жесткий, хороший, но пока еще цены нет, не выставили. А что она касается вот таких вот корзин для хранения, то сразу вам скажу, что вот посмотрите, видите, здесь прям вот дырочки вот такие. Уже, видимо, не очень крышки надежные. Ну, цена в интернете 839, где, конечно, в два раза 368 дешевле. А вот эти баки для хранения просто супер классные. 695 рублей стоят в интернете. Здесь 486. Ну, честно скажу, они действительно очень-очень хорошо сделаны. Мне тоже очень понравились. Табурет. Ну, вернее, не табуретки, а кухонные стулья. 786 рублей. 1060 рублей стоит в интернете. Вот спрашивали, 130 килограмм выдерживает вес. Так, вот такие книги. Еще набор, вернее, книг. Тут две штучки. Разные, кстати, много всяких книжек. Тут полно всего. Можете выбрать и 169 рублей такой набор. 194 рубля с такой для детей холст для рисования. 1409 рублей в интернете. Кстати, все адреса магазинов смотрите в описании. Это Москва. Обязательно переходите. Вот такие появились, вернее, вот ошиблась за 312 рублей тельняшки мужские. Синие и черные. Но, кстати, вот честно сказать, так себе пошивчик, ну, средненький очень. Я бы сказала, не сильно качественно. Вот такие тарелочки. 208 рублей стоит вот такая тарелка обеденная. В интернете здесь всего 74 рубля. Кстати, симпатичные еще вот такие тарелки. Ну, тоже без цены. Вот в этом светофоре очень много всего без цены, что действительно обидно. Так, и еще мне очень понравилась вот такая тарелка. Ну, до чего красивая такая вот прям элегантная. Не знаю, очень-очень нравится, но тоже без цены. К сожалению, тоже только там повыставляли. 104 рубля это не о ней стоимость. Так что они еще не знают сами. Вот такие стаканчики для горячего. 113 в интернете, 92 рубля здесь. В общем, но они какие-то такие сильно, мне кажется, тепло сохранять не будет. Вот такая жаровня 1200. Кстати, очень хорошая жаровня 1200, сколько там, с копеечками рублей. 84, 1592 в интернете. Качество у нее отличное. В общем, такая достаточно вместительная. Хорошая крышка. Ну, и цвет такой, кстати, очень-очень приятненький, если честно. Помните, в прошлом видео показывал вот такие тапочки, еще кроссовки. Не выставили цены на них. Ну, вот в этом магазине уже цена есть. Кстати, очень симпатичные, легенькие такие. 561 рубль размеры. Тут разные. Что касается сладенького, появились вот такие вот кекси в виде медвежат, да и просто кексиков. Достаточно мягкие, приятные. 194 рубля стоит целый килограмм. Ну, мне кажется, нормальные. Ну, и появились еще вот такие печенья тоже. Они злаковые. Я вообще очень люблю злаковые печенья. И отзывы, кстати, я читала на них именно в светофоре. Хорошие. Стоят всего 150 рублей за 600 грамм. Вот такие вот еще с отрубями крекеры. 91 рубль они стоят в интернете. Ну, здесь цена побюджетнее всего. 50 рублей. Ну, кто любит крекеры, отлично. Ну, а вот такие вот хлебцы, абрикосовые. Доктор Кернер. 62 рубля стоит в интернете. Сейчас именно на Вайлдбрисе здесь 50 рублей. Знаю, их многие любят. Смотрите, нашла, появилась вот такая полба. Крупа шлифованная, недробленная. 50 рублей. Самая недорогая в интернете. А здесь всего 16 рублей. Ну, вот прям не знаю. Что касается орешков, макадамия здесь очень вкусная. Я покупала. Всем вам советую. 201 рубль за 300 грамм. Ну, а мы сейчас немножко прервемся на небольшую рекламу. И после нее будет просто самое интересное. Уж поверьте мне. Обязательно оставайтесь со мной. И смотрите видео до конца. Ну, а я хочу вас познакомить с отличнейшей находкой для себя, но и для своей семьи. Весна не за горами, и погода все более неустойчива. То снег, то оттепель. Чтобы защитить всю семью от масморка, не нужно покупать много средств. Мазь флиминга – универсальное средство, которое рекомендует лор-врачи для лечения и профилактики насморка у детей и взрослых, а также в качестве барьерной защиты от ОРВИ. Разрешено применение у детей, пожилых людей и даже беременных и кормящих женщин. Составит только природные компоненты – календула, гаммамелис, конский каштан, ментол и цинк. Ну и давайте поближе посмотрим на саму мазь. Вот такая баночка, вполне компактная, которая поместится даже в небольшой сумочке. Сама мазь имеет такой небольшой желтоватый оттенок и, вы знаете, очень даже приятно пахнет, что действительно немаловажно. Мазь произведена в Санкт-Петербурге и там же запатентована. Так что обязательно познакомьтесь с этой поистине уникальной и универсальной мазью. Что касается самой мази, то можно наносить, например, вот так вот ватной палочкой. Давайте посмотрим. На самом деле довольно плотная такая мазь, но вы знаете, она настолько быстро и легко впитывается и не оставляет за собой никакого неприятного ощущения, например, как липкости какой-то. Для меня это тоже очень и очень было важно. Ну и сама баночка очень герпетично закрывается. В общем, будет точно в сохранности. На сайте производителя вы сможете найти огромнейшее количество отличных, подробнейших отзывов на мазь Флеминга. Ну и что, конечно, показывает то, что она очень-очень эффективна. Купить вы эту мазь можете на некоторых маркетплейсах, ну и, конечно, во всех аптеках вашего города. Обязательно приобретайте эту мазь. Все ссылочки оставляю в описании. И эта мазь должна быть в аптечке у каждого человека. Ну что ж, а мы давайте будем продолжать. И появились были манго, теперь вот такие ананасы протертые с сахаром. Многие, кстати, говорят, что безумно сладко, поэтому, ну, еще не пробовала, советовать не буду. 119 рублей. Ну вот это фасоль натуральная. Написано 59 рублей в интернете. Здесь она стоит 40 рублей. Ну вот, ну, мы ее, конечно же, возьмем и попробуем. Вернее, не 40, а 42 рубля. Ну, в общем, мы ее возьмем и попробуем, что же это такое. Вот такая пиканта закусочка для зятя. 170 рублей в интернете стоит. Причем баночка чуть поменьше стоит в интернете. Такая на вид очень классная. Здесь цена отличная. 130 рублей. Хотя здесь не написано, но я ее купила, чтобы с вами протестировать. И возьмем еще, протестируем вот такую бужунину особую. Вот такая баночка. Они, кстати, тоже такие разные отзывы, поэтому мне очень стало интересно посмотреть, что же там внутри. Съедобно это или нет. И стоит она 100 рублей. Так что обязательно проверим. В конце видео будет тестирование и дегустация продуктов. Что касается, например, всяких напитков в светофоре, я для себя вот, ну, ничего, к сожалению, не смогла найти. Если кто-то что-то вкусное пробовал, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну, вот что я только не брала. Как-то все, ну, ни о чем. Мне как-то совсем не понравилось. Так что рассказывайте обязательно. Ну, давайте пойдем в самое такое святое святых. Это, конечно, холодильники. Ну, посмотрите уже, конечно, как грязно. Ну, ладно, пойдемте смотреть, что же сегодня тут нам предлагают. Ну, а предлагают нам вот такие вот огурцы. Ну, достаточно большие, но, честно сказать, нормальные. И в этот раз были вполне себе отличные шампиньоны. Никаких плохих, ничего испорченного в шампиньонах не было. Как и в огурцах. Огурцы 169 рублей. Мягких, кстати, тоже нет. Ну, и шампиньоны стоят 163 рубля за килограмм. Это, вот, честно сказать, вам отличная цена, потому что везде дороже. Ну, а что касается зелени, в светофоре, вот она мне всегда попадается отлично. Ну, посмотрите на этот укроп. Свежайший просто. Цена 86 рублей за 200 грамм. Есть и набором. Тут и лук, и укроп, и петрушка. Так что точно выберите. Появился новый сыр. 246 рублей. Вот такой Костромской стоит в интернете. Вот такой кусочек, если 400 грамм. Ну, показываю, конечно же, вам обязательно состав. Останавливайте, смотрите. Я не пробовала. Сказать точно ничего не могу. Цена на него 245 рублей. Ну, а вот помидоры в этом светофоре, конечно, тоже в полном кошмарном состоянии. Тухлые, перемороженные, с плесенью. В общем, выглядит это просто отвратительно. Лук белый, вот такой салатный. Ну, выбрать можно. Есть немножко испорчено, но выбрать можно. 24 рубля. Но тут у меня просто, честно, слов нет. Вот как такое вообще можно просто выставлять на витрину или даже просто оставлять это? Просто отвратительно. Ужас какой-то. А что касается помыло, девчонки, мальчишки, это, кстати, помыло из Перекрестка. Это их марка. Фреш. И стоит в Перекрестке 169, здесь 132 рубля за килограмм. Помыло в Перекрестке обычно вкусное. Появилась вот такая вот колбаска. Это с салями, насколько я помню. Да, с салями. Полусухая. Не пробовал ничего сказать. Не могу. 598 рублей за килограмм. Ну, 180 рублей окорочок. Ну, это все вот такое вот перемороженное. Многие пишут, что это просто отвратительно. Выкидывают эти окорочка так, что тут уже, я честно сказать, не рискую вот такие вещи тут пробовать. Потому что, ну, в таком состоянии, как это все лежит и хранится, ну, это просто ужасно. Что касается, еще мясо появилось. Вот такое интересное. Ну, блин, двица. Вот не знаю, что это такое, но выглядит очень вкусно. 494 рубля за килограмм. Ребрышки вот такие. Кстати, многие говорили, что для супа горохового просто супер сырокопченые. Говорят, очень-очень вкусно. Подходит. В общем, не знаю. Сама еще не пробовала. Ну, а мясо, как всегда, валяется вот в таком виде. В общем, никто за ним не следит, не прикрывает. Но уже, как есть, то раз вам показывал светофор, видимо, не изменить. Ну, и вообще, в принципе, не так уж и грязно в этом светофоре. Все вроде по своим местам, но есть такие продукты, как хурма, в таком состоянии, что просто меня, если честно, шокировало. Ну, как так просто можно? Но все остальное вполне в нормальном состоянии. Так что поехали смотреть дальше. Ну, что касается заморозки. Ну, например, плохо очень хранятся вот такие вот стейки из индейки. И многие писали, что это отвратительная вещь, так что не покупайте. А вот такой шницель натуральный, с хорошим, в принципе, составом. А здесь 800 грамм. Отзывы мне писали, что вполне себе отлично. 346 рублей, но нашла за 300. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. 41. А вот такие вот северные рецепты пельмени, они такие малышки. Но от сибирской коллекции я не нашла, честно говоря, у них этих пельменей. Посмотрите, какие малышки пельмешки. Ну, и цена, состав, конечно, тоже вам покажу. Но меня больше удивило, что цена, конечно, на них, ну, чересчур бюджетная, 162 рубля. А вот что касается вот этой вот гавайской смеси. В интернете она 151 рубль, например, в метр. Здесь 74. И я покупаю нормальная, хорошая гавайская смесь. Не перемороженная. Все с ней отлично. Берите, всем советую. Еще очень неплохая, говорят, рикотта появилась. Вот такая вот другая баночка. Раньше была другая. 269 рублей стоит сейчас перекрестки. 162 рубля стоит здесь. Ну, и картошка, например, тут тоже вполне себе нормальная. Это вот, ну, кажется, что не очень нормально. Можно выбрать. Ну, и всего 11 рублей. Ну, что, дорогие мои, давайте сегодня тоже протестируем некоторые продукты светофора. Надеюсь, будет что-то вкусное. Ну, в общем, будем пробовать, смотреть, что из этого вообще можно покупать. Давайте. Сегодня у нас будет вот такая красная фасоль. Домат. Ну, о ней тоже много всяких разговоров. Кому нравится, кому нет. Вот такая буженина из свинины. 325 грамм и пиканто-закусочка для зятя. Я такую очень люблю и другой фирмы, дядя Ваня. Ну, вот будем пробовать пиканто. Так что оставайтесь обязательно со мной. Цены все вот где-нибудь в уголочке подпишу. Ну, и давайте начнем с фасоли. Посмотрим, что же это такое вообще. Она здесь восстановленная. Фасоль восстановленная, вода питьевая, соль поваренная пищевая. Давайте посмотрим, может, хотя бы суп можно с ней делать. Не знаю сейчас. Также вот она без ключик. Вот не люблю я эти банки без ключей. Прям вообще от слова совсем. Так, ну и давайте сейчас мы все это откроем. Ну, и посмотрим, на что это вообще похоже. Так. Ох, вот не люблю я эти банки без ключей совсем. Ну, выглядит это в принципе как обычная фасоль. Ничего особенного. Давайте я сейчас ее вот сюда пересыплю, перелью. Так. Ну, в общем, вот так, да. Выглядит это все вот так. Ну, знаете, особенно каких-то помятых фасоли нету. Плохих, на мой взгляд, тоже нету. Жидкости не так прям уж и много, как я думала будет. Ну, давайте я это попробую, хотя фасоль не очень люблю. Ну, честно сказать, абсолютно безвкусная фасоль. Соли тут вообще нет, и если честно, это невкусно. Нет. Не знаю, даже можно из этого делать суп или нет. Вообще это просто пошло. Нет. Это совсем невкусно. В общем, как и выглядит, не сильно презентабельно. В общем, не знаю. Мне кажется, это даже для супа не подойдет, потому что это просто от слова невкусно совсем. В караул. В общем, я не советую. Даже за те же 40 рублей. Так, ну давайте на очереди, пожалуй, возьмем буженину. Вот такую особую. Вот 325 грамм написано. Свинина, вода питьевая, смесь посолочная. Ну, фиксаторы окраски, сахар, песок, стабилизатор цвета, желатин, специи. Ну, вот так состав. Читайте, останавливайте. В общем, ну ладно, давайте тоже пробовать. Сейчас откроем ее тоже без замочка. Стоила она... Так, сейчас вам скажу. 100 рублей. Такая баночка стоит 100 рублей. Ну, сейчас посмотрим, насколько это похоже на буженину. Посоль, конечно, была просто совсем невкусная. Так, ну давайте открывать. Ну, выглядит это вот так. На первый взгляд, ну ничего прям такого ужасного в этом нет. Ну, давайте посмотрим. Сейчас еще попробуйте, в принципе, вытащить. Ладно. Опа. Так, ну... Ну вот как я и думала. Это оказывается тоже как бы... Ну, это буженины не назвать. Это больше какой-то просто фарш. Вот, смотрите. Ну, это просто перемолотый фарш. Вот в каком-то таком жиле. Нету тут никаких кусков на буженину. Это вообще просто, ну, даже отдаленно не похоже. Ну, вот есть какие-то, вот видите, кусочки мяса. Так, чтобы... Ну, как, вроде мяса. Ну, вообще, это все какое-то очень перемолотое. Выглядит больше похоже, ну, на кашу. Сами смотрите. Вот есть какие-то небольшие украпления вот мяса. А ну, все остальное это... Нет, это не мясо. Ну, я имею в виду, это просто какой-то перемолотый фарш. Скорее всего, я думаю, что это все вместе со шкурой и всем остальным. Ой, ну, конечно, я это попробую, но... Ну, вот я попробовала отдельно мясо. Вот кусочек, да, это мясо. А вот это отдельно попробовала, вот этот фарш. Ну, не могу сказать, что это прям отвратительно. Нет, это вполне себе съедобно, но это не буженина. Это просто какой-то фарш перемолотый. Да, буженины тут просто очень далеко. Возможно, если это там с картошкой пюре пожарить, может что-то и получится. Но мне кажется, это, конечно... Ну, за 100 рублей, наверное... Да нет, даже за 100 рублей это не очень. Видите, вот есть некоторые украпления мяса. Я скажу вам. Ну, в основном, в общем, не очень. Это, честно говоря, вкусный какой-то вот это жилет. Какое-то, не знаю, мне совсем... На вкус нормально, как говорится. Ну, особенно не соленое, не перченое. Специи каких-то нету. Ну, в общем, покупать бы я это больше не стала точно. Так, ну и последнее, что мы сегодня с вами попробуем, это вот такая закуска. Когда, ну, на вид очень-очень вкусная. В составе тут перец, сладкий морковь, томатная паста, сахар, соль, загуститель, крахмал, кукурузный регулятор кислотности, лимонная кислота и уксусная кислота. В общем, ничего необычного. Ничего прямо такого химического особенно нет. В общем, она выглядит, она в баночке очень хорошо. Сейчас откроем, посмотрим. Открываю я так, я не умею по-кому. Вот, так что, уже как могу, как говорится. Так. Ой, как обычно. О, все, готово. Так. Ну, выглядит это вот так. Ой, пахнет очень-очень, кстати, вкусно. Не буду всю банку там прям вываливать сюда. Давайте сейчас посмотрим, немножко выложу. Так. Так, и посмотрим. Ну, на самом деле, выглядит очень-очень симпатично. Смотрите. Такими небольшими кусочками перец нарезанный, морковка. Мне что нравится, вот тоненько так порезанная. Знаете, не ковалками такими валяется. Томатная паста. Но морковки, конечно, много. Такая, ну, в общем-то, это такая закуска. Те, кто любит овощные закуски, это хорошее. Стоило она, эта баночка 130 рублей. Кстати, она гораздо дороже стоит в других магазинах. Ну, я вам уже показала. Ну, я такую люблю от Дяди Вани. Давайте сейчас попробую эту. Ой, вы знаете, прям очень вкусно. Ну, для тех, кто любит овощные закуски, очень вкусно. Вполне достаточно соли. Ну, всего морковки мне нормальные. Я люблю морковку. В общем, очень вкусно. От души, кстати, могу посоветовать. Прям действительно такая закуска очень хорошая. Как и отдельные блюда, как, например, можно даже положить в какой-то суп. Это будет очень вкусно. Прям от души советую. То есть оно того стоит 130 рублей. И большая баночка, 690 грамм. Так что прям вот от души помогу посоветовать. Очень-очень вкусная вот такая закусочка. Так что берите, не пожалеете. Ну, вот это точно то, что стоит взять в светофоре. Будет более выгодно и очень вкусно. Ну, а на сегодня у меня все. Всем вам огромное спасибо, что остаетесь со мной до конца. За ваши лайки и подписку на мой канал. Это помогает продвигать мое видео. Я вам очень за это благодарна. Всем до новых встреч. Люблю, целую. Люблю, целую.